Добрый день, дорогие коллеги! Кафедра трансфузиологии Пироговского центра подготовила для своих слушателей серию видеолекций, посвященных отдельным статьям Закона о донорстве крови и ее компонентов. Эти лекции размещены и доступны для наших слушателей на нашем образовательном портале education.pirogovcenter.ru А сейчас позвольте представить вашему вниманию анонс, если хотите, пример такой лекции, посвященной одной из интересных статей нашего Закона. Это статья 18. Порядок передачи донорской крови и ее компонентов за пределы оси. Там всего два пункта. Ввоз и вывоз крови допускается по решению правительства при оказании гуманитарной помощи, а продажа крови, полученной в России за рубеж, запрещается. Гуманитарная помощь оказывается людям, охваченным стихийным бедствием. И, собственно говоря, никогда в истории ни наша кровь никому не понадобилась, ни мы, слава богу, в такие ситуации не попадали, чтобы откуда-то из-за рубежа кровь просить. А вот продажи крови во всем мире идут достаточно активно, особенно это касается плазмы. И нужно ли вот так самоудаляться с мирового рынка, снижая собственную конкурентоспособность? Загадка. Мы точно знаем, что у нас в стране есть редкие доноры. Мы это уже обсуждали в приказе 1069 М. Но эти же редкие доноры, ведь и редкие пациенты. Как мы их будем лечить? Вот где, например, мы возьмем кровь гомозиготи по СЕ большому до отрицательной? В мире для решения этого вопроса созданы регистры или панели редких доноров. Мозгом этой деятельности является рабочая группа Международного общества переливания крови по редким донорам. А рабочим инструментом Международная референс-лаборатория групп крови, в которой отделом редких доноров заведует Николь Тортон. Эта лаборатория находится в пристале в Британии. Адрес Николь внизу слайда. Она была у нас в гостях. Готова активно сотрудничать. Но вот донор с указанным фенотипом в мировом регистре всего один. И доз крови, замороженной от него, всего две. Наконец, вряд ли стоит подробно сейчас с профессионалами обсуждать проблему использования российской плазмы. Мы, во-первых, не все продукты плазмы в России производим. А во-вторых, выбрасываем десятки тонн плазмы, покупая препараты за рубежом, приготовленные точно из такой же некарантинизированной плазмы. Но не все так печально. В нашем же законе о донорстве есть третья статья, где мы вычитали, что международным договором могут быть предусмотрены иные правила. И эти правила перешибают закон о донорстве. Такой международный договор есть. Это договор о Евразийском экономическом союзе. В союзе есть экономическая комиссия, которая утвердила положение о правилах ввоза и вывоза органов и тканей человека, крови и ее компонентов. В соответствии с этим положением, органом, согласующий лицензию на трансграничное перемещение российской крови, является Росздравнадзор. Это утверждено распоряжением правительства Российской Федерации. И на сайте Росздравнадзора легко найти приказ Минздрава, утвердивший административный регламент о порядке предоставления этой государственной услуги. И достаточно простой, понятную процедуру сбора и подачи необходимых документов. А что же наши коллеги, наши братья, партнеры по таможенному союзу? Взглянем на здравоохранение Казахстана. В основном законе, кодексе республики, есть статья 173, в которой ввоз крови на территорию республики Казахстан возможен, при необходимости оказания медицинской помощи пациентам. А вывоз крови при необходимости оказания медицинской помощи гражданину Казахстана, который находится за границей, или при необходимости оказания такой помощи близким родственникам и супругам граждан республики Казахстан. Вот интересно, что супруга-то оказывается не родственник. но все равно ее жалко, поэтому кровь для нее можно вывести. И, наконец, также можно вывести кровь при направлении компонентов крови для контрактного фракционирования за рубежом. Надо брать пример с наших коллег, опередивших нас в развитии. В заключение позвольте адресовать вас на наш образовательный портал, где расположены остальные части цикла лекций по закону о донорстве, а также много других интересных материалов, которые помогают нам в самоподготовке и в дистанционном обучении наших слушателей. До встречи на кафедре.